Начну я, Сергей Олегович, с новости дня. У нас, безусловно, первые полосы газет, информационных лент. Это отравление супруги главного разведчика нашей страны. Представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил в BBC Украина, что жену руководителя ГУР Кирилла Буданова, Марьяну, отравили тяжелыми металлами. Он также сообщил, что легкие симптомы отравления имеют несколько сотрудников ГУР, сколько их не уточняют. Анонимные собеседники СМИ говорят, что, скорее всего, отравили посредством еды. Эти вещества никак не используются в быту в военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека, отметили в разведке. Ну, и вот тут еще возникают дополнительные вопросы. Ранее в интервью Буданов говорил, что, цитирую, «моё счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете 24 на 7. Раньше я шел на работу, возвращался домой, а сейчас», — сказал он в интервью. И вот возникает вопрос, как враги смогли подкрасться так близко, чтобы совершить такое покушение. И на кого было покушение? На супругу или, возможно, и на самого генерала Буданова? Да, интересная новость. Мы пока не знаем еще до конца всех деталей, потому что про него ничего не было сказано, потому что если они оба имели те же самые одинаковые симптомы, это значит просто еда, которую они ели вместе. Если только на нее, тогда, значит, где-то это там, где она была без него. И вот это ключевая вещь. Пока что мы не можем понять, потому что если они проживают вместе, то почему она отравилась, а он нет? И тем более, что если это из-за еды. Потому что я, кстати, через это проходил в 2001 году. У меня было тоже такое отравление в январе месяце в своей квартире московской. И я полтора месяца тихо загибался, пока мне мой знакомый доктор, жена моего приятеля школьного, не сказал, что я подозреваю, что это отравление тяжелыми металлами. И вот я ей сказал, вернись к себе домой, потому что она ко мне приезжала, вот, вернись к себе домой, по телефону позвони мне и скажи мне это по телефону. И посоветуй мне съездить во французское посольство, а дальше, чтобы французы или швейцарцы вывезли меня в Швейцарию или во Францию и сделали там анализы и так далее. Вот, потому что анализы, конечно, ничего не показывали, как вы сами понимаете, когда я там делал несколько раз поликлиники в районной. Вот, и как только она мне позвонила и сказала это по телефону, у меня, потом я дал им возможность, я тоже подозревал, что они меня травят, скорее всего, через еду, ну, чаще всего, наверное, через чай, потому что я много пью чая. Вот, и я просто ушел на сутки к родителям ночевать, и когда я вернулся, то у меня через 48 часов исчезли все симптомы. Вот, просто как рукой сняла. Волшебная палочка. Вот. Так что, но восстанавливался я два года после этого дела. А как развивались события дальше, Сергей Олегович? Стало интересно, да, вот. Вам сказали по телефону, они, соответственно, это прослушали, правильно? Такая механика. И дальше что происходит? Да. И дальше, скорее всего, ну, вот, поскольку я дал им возможность сделать из этого выводы правильные, и они сделали правильные выводы, то есть, грубо говоря, я исчез из своей квартиры на 24 часа, и они, скорее всего, изъяли тот яд, который был, значит, они меня подсыпали куда-то в пищу. Вот, и заменили на нормальную, там, если это был чай, просто на нормальный чай такой же, который я обычно пил. Вот. И дальше было восстановление очень долгое. А дальше они просто за мной стали ходить на ушко такая откровенная, и я понял, что они меня будут сажать в тюрьму, но на какой-то бытовой почве, вот так же, как там Навального, или еще хуже, как Трепашкина, потому что Трепашкину подложили два патрона в машину, и потом, значит, его осудили на пять лет за незаконное хранение оружия. Потому что в Российской Федерации, да, патроны это уже рассматривались как оружие. Вот. И по этому поводу я стал готовиться уезжать, но мне нельзя было им показать, что я понял их игру. Вот. И поэтому я очень долго этим делал, это делал, четыре месяца это готовил. Сначала мне надо было получить загранпаспорт, у меня не было. Вот. Я его получил, выждал время, показывая, что, в общем, я его получил просто дежурная такая вещь, чтобы был. Вот. Потом поставил туда французскую визу с проблемами. Вот. Ну, опять, сразу не поехал никуда, просто сделал вид, что, ну, чтобы была у меня, как обычно, головая годовая виза. Потому что, поскольку у меня уже тогда была недвижимость во Франции, то я имел право на годовую визу без всякого приглашения, просто сам к себе поехать, но без права работы во Франции. Вот. А потом мне надо было поставить еще транзитную визу швейцарскую. Вот. И все это занимало время, и я каждый раз делал вид, что вот я их поставил, но мог бы, вот, допустим, вся эта процедура закончилась в апреле месяце. Вот. И я мог в апреле, в конце апреля или в начале мая уехать во Францию или в Фрицарию. Вот. Но я сделал вид, что мне это не нужно. Потом даже купил билет, потом его сдал. Ну, в общем, я так вот, я их морочил им голову. Вот. И в итоге, когда уже я принял решение 11 июня 2001 года уехать, значит, это был, по-моему, понедельник, и я купил билет. У меня рядом была гостиница «Молодежная» на Митровском шоссе, и там был такой круглогодичный пункт продажи авиационных билетов. Я купил себе билет прям в воскресенье вечером с открытой датой, с открытой датой, не говоря ничего. Вот. Это, естественно, все дороже стоило, но жизнь дороже. Вот. И потом утром я сел даже не в такси, а просто частника кого-то поймал, а этот частник, скорее всего, была наружка просто ФСБшная. Вот. И, так сказать, они пытались со мной разговаривать в машине. Я говорю, да, в Шереметьево еду. Да, просто прошвырнуться. Там по магазинчикам погуляться. Вот. Ну, с чемоданами, правда. Но у меня там чемоданов не очень много было. У меня был портфель такой большой и рюкзак. Вот. Потому что во Франции-то у меня дом свой, так что у меня там все есть, мне не надо возить было. Это уже был период, когда мне не надо было возить туда-обратно какие-то вещи. Вот. То есть я взял просто документы. Но, кстати, взял много документов и приехал в Шереметьево. И прямо в Шереметьево сказал, что я хочу уехать во Францию, ближайший рейс, куда угодно. В Швейцарию, кстати, я улетел, в Женеву. Вот. И, значит, они меня останавливают на пограничном контроле. Начали шмонать, значит, ну, типа, да, таможня. Вот. И таможник так посмотрел, у меня там портфель большой набитый документами. Он говорит, что это вы много с собой документов берете? На совсем уезжаете? Вот. А я говорю, да вы знаете, вообще-то это бандиты же в Москве. Вот я уезжаю там на, неизвестно, ну, на месяц, наверное, ну, может, на два, может, на три, вот сколько билет позволяет. Вот. И виза сколько позволяет. 90 дней, 90 дней, по идее. Вот. И как же оставлять документы? А грабит квартиры, все документы. Вот. И так ехидно ему говорю, ну, если у вас есть здесь камера хранения, такая, что вот я мог оставить, я вам, вам доверяю, да, потому что вы же там пограничники, ФСБ там и так далее. Вот. Он тоже ехидно так посмеялся, говорит, нет, 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 сразу же везите уже с собой, ладно, бог с вами. Вот такие у нас, такой у меня был выезд. А потом еще, еще даже когда я уже был во Франции, я еще не знал до конца, останусь я, не останусь, потому что, вы знаете, на самом деле уезжать навсегда, это вещь, что на самом деле не самая простая. Вот. Я очень понимаю, кстати, вот этих мобиков, которые миллион сначала выехало, а потом половина вернулась, потому что, ну, там все же осталось, там, квартира, деньги, там, я не знаю, родители, семья и так далее. Вот. Но все-таки там были дополнительные, дополнительные знаки, которые они мне подали, и я понял, что они, в общем, меня ждут на возврате, и я сделал так, что я не вернулся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok